всем привет вы на канале вектор с вами владимир сегодня на обзоре у нас джили м grand x7 2 рестайлинг китайщина добралась и до нас очень активно атакует российский рынок хотелось бы разобраться ну все таки что это за китайские автомобили да с чем их едят что они из себя представляют конкретно этот экземпляр у нас пробегом в 48 тысяч километров на конкретном примерном экземпляре расскажу кучу нюансов которые происходили с автомобилем гарантийные обращения по данный момент автомобиль на гарантии и по внешке по внешке все на любителя да то есть кому-то нравится кому-то не нравится ну лично мне не нравится конкретный экземпляр да то есть вот это м grand x7 там 2 рестайлинг 1 рестайлинг ну не знаю унылые убогие но эти автомобили покупали из-за цены они стоили до миллиона рублей вот эту машину по моему покупали в районе 1 миллиона рублей вот но это такая совсем простенькая комплектация давайте посмотрим передняя часть еще ну хоть как-то нормально вот лично мне вот этот угол и вообще задняя часть автомобиля мне не нравится вообще вот какая-то узенькая непонятная машинка непонятный вообще значок синенькая черненькая что они тут пытались изобрести я не знаю давайте начнем наверное с технички с подкапотки есть бесключевой доступ но на одной двери все то есть не на этой двери на передней правой двери без ключевого доступа нет бесключевой только вот у водителя и не более того подкачаться слушайте очень тяжелый капот прям очень тяжелый прям таки по-мужски я думал здесь вообще металла нет но в капот они либо они взяли от какой-то другой машины капот эти китайцы под капотом очень грязно 18 двигателя 131 лошадь и 170 крутящего момента даже заявленная динамика разгона в 13 2 секунды это очень много у нас было на обзоре автомобиль suzuki sx4 который я считал что вообще не едет даже там в заявленных было около 12 секунд здесь больше конкретно этот экземпляр у нас на механике пятиступка есть еще варианты двухлитровый двигатель там по моему на 10 лошадей побольше и крутящего на 20 ньютон побольше на автомате но тоже на переднем приводе не нашел я автомобиль вообще с полным приводом только передок смотрите сразу по косякам пока мы находимся здесь что было с этим автомобилем что случалось именно вот по технической части первый момент на 30 тысячах поменяли катализатор по гарантии это первый момент второй момент в течение последнего года дважды поменяли насос гура по гарантии то есть машина еще на гарантия проходит ложки обслуживается плюс сразу по подвеске тоже скажу здесь полностью независимая подвеской ну период зад до дисковые тормоза период зад вроде как бы хорошо но об этом чуть дальше когда подойдем колесам по подвеске порвался пыльник рулевой тяги соответственно все разболтала ну все разбила по гарантии это менять не стали собственник менял это за свой счет а смотрите я вам покажу что у него еще произошло за это время резину съела то есть пока он ждал запчасти запчасти ждал он долго это порядка месяца все таки я считаю если около месяца ждать запчасти то это проблема на самом деле это очень долго то есть два-три дня там я не знаю ну край неделя да это нормально но когда люди ждут запчасти месяц и они катались да то есть ну вот вот еще один расходник вылез то есть ну вот эту покрышку под замену она съедена ну по подкапотке в принципе больше ничего идем дальше слушать а такой узкий телевизор он вместе с бампером он прям вообще узенький то есть но я бы сделал наверное акцент на безопасности потому что лонжероны очень далеко если в центра здесь приедет что-то то это что-то вместе с двигателем приедет в салон реально очень узкий телевизор блин не знаю обычно все таки как-то у машину они значительно больше да то есть там какие-то есть там пирог из радиаторов да там вентиляторов и всего остального здесь на достаточно узкому убрали они все все закрываем подкапотку кочерга а мориков нет спасибо китайцы вы китайщина вроде заходила на рынок и должна была наоборот зайти с каким-то качеством с какими-то фишками плюшками за меньшие деньги по факту не знаю ничего вот жестянка ну двери даже шумят такое ощущение даже что есть там какое-то подобие шумки смотрите вот пока открыл дверь тоже хотел показать открою вам две двери а смотрите китайцы наклеили резиночку то есть такой дополнительный уплотнитель видимо чтобы ветер не задувал не знаю зачем это сделано идем дальше поголовная проблема на мойках вышибает вот эти резинки из личного примера конкретно два таких автомобиля до один на автомате и вот этот вот на механике то есть вот эти резинки вышибает то есть дилеры по гарантии их приклеивали на клей прям реально сажали на клей потому что они вылетают соответственно туда затекает вода там в любом случае есть какие-то дренажи ну если этого не сделать затопит потолок следующая проблема смотрите вот небольшой пробег а фары уже затерлись в большинстве я смотрю все в галогенах стопы поворотники задний ход за два задних ходу огромное спасибо что их два симметрично да молодцы да классно в продолжении о качестве автомобиля хотел сказать про качество пластика вот по заднему бамперу смотрите уже как-то выпирает он сюда как-то мне кажется что он должен быть утоплен все-таки на конкретном примере другого автомобиля тоже у знакомого вот пластика заднего бампера и переднего бампера ужасно зимой а он становится стеклянным дубовым и если вы упретесь куда-то в сугроб ну конкретно вот крашенными элементами которые да он лопается и прям появляется дырка то есть он прям реально просто лопается и кусок может отвалиться это нормально это качество пластика китайский самый дешманский ну пока мы здесь около багажника давайте посмотрим на объем багажника смотрите по характеристикам заявлено 580 литров здесь судя по состоянию багажника этот автомобиль не жалеют возят на нем я не знаю дрова сена цемент ну все что придется то есть эксплуатирует автомобиль на максимум из оперы китайщина не жалко наверное ну вот ну как то так купленная замену за небольшие деньги и в принципе наплевать на нее смотрите вот сразу бросилась глаза шторка 48000 пробега 2019 года автомобиль сегодня у нас 23 это получается четыре года автомобиля шторка смотрите она даже до конца уже не заезжает то есть я ее даже пытаюсь засунуть я не могу ее засунуть все она видится здесь она уехала до конца там она не уехала до конца да ну совсем сегодня смотрите эти висят уши какие-то то есть но они даже не держатся то есть не отформовано вот эту надо вот так вот видите поднять то я вот так вот поделаю крылья раз все он вниз ужасно подсветка есть галогеновая блин ну в китае очень много диодов почему нельзя было поставить сюда диоды я не знаю а там куча куча хлама поэтому там докатка ничего интересного наборчик все скучно просто пластик ужасного качества даже при перевозке всего что все что можно и нельзя наверное да затерся просто ужасно я не знаю как наверное в уаз патриоте а информацию взял еще вот с интернета есть моменты когда перегорает вот этот габарит то есть я так понимаю он диодный наверное вот прям полосочкой такой идет то есть были случаи что они перегорали тоже по гарантии меняли фару полностью а и перед тем как переместиться на второй ряд сидений хотел сказать когда я сначала подошел когда я увидел два задних хода я сказал что все симметрично все классно все супер нет ребята шоколадный глаз по центру вам китайцы отличились блин ну зачем уберите совсем оставьте два вот вот здесь вот сделайте две туманки зачем этот шоколадный глаз все идем на второй ряд сидений лючок бензобака ну такой небольшой пропорциональный но именно для этого автомобиля то есть даже с углом сделан смотрите с изломом а дверь открывается достаточно широко проем но не очень большой но тем не менее мне вот удобно то есть я зашел сел порог не закрывается дверью полностью соответственно если вы не высокого роста то штаны вы испачкаете сто процентов так а спинка только складывается никак не регулируется смотрите максимально вертикальном вот я сел мне сразу неудобно места в ногах достаточно воздуховодов ничего нету в машине грязно смотрите есть подушечка honda а собственник хотел купить наверное honda да то есть он сначала купил подушку блин думал что купит honda но купил себе жили зачем он это сделал я не знаю а здесь чехлы на сиденьях то есть пытаются сохранить вот эти сидень а сзади нет чехлов да на передних сиденьях только чехлы какие-то непонятные кривые ничего интересного 3 про обшивку двери наверное до момента здесь прям деревянный пластик вот это вот тоже пластик под какой-то имитацию дерево шпона наверное непонятно подобие кожи с белой строчкой дальше какая-то штука тактильно на что-то резиновое похоже как резиновый коврик какой-то непонятный крашеные ручки вертикально расположены открывание софта есть режимом вот прожимается а на поднятие нужно будет стекло удерживать здесь вот видимо какая-то игрушка очень важная висит поэтому не буду я опускать стекло я попробую на водительской двери это сделать вот сел я за руль сразу понимаю что бомж комплектация потому что не управление мультимедиа ничего на руле нету обычные рычаги никаких джойстиков смотрите регулировка зеркала здесь ну я считаю все таки вот это место она не очень удобная для регулировки центральный замок тоже здесь получается под рулем руку надо засовывать под руль ну неудобно регулировка так это корректор фар и типа бортовик короче показывает ничего интересного по безопасности две подушки безопасности в этой комплектации в максималках по моему их 6 есть здесь еще шторки но это китай я не знаю что за подушки с алиэкспресс может быть какие-нибудь или вот как сзади мы видели там honda я я не знаю что отсюда вылетит и вылетит ли вообще водительской двери в принципе все то же самое как и задняя отделка вся полностью такая же но вот этот пластик помягче наверху чем у задних пассажиров то есть а задних пассажирах они не думали то есть ну чтобы водитель сел вот ему вроде чуть так сильно поприятнее ну и ладно и так сойдет по стеклам вот я уже сказал режим авто есть только на водительской двери стекло и опускается и поднимается да то есть автоматически можно пассажиру можно опустить но поднимать в любом случае удерживать то есть только один режим давайте заведем здесь кнопка но нужно нажать сцепление так сейчас мы выключим музыку так выжимаем сцепление нейтралка о завелся автомобиль стрелок нету смотрите цифровая приборка но с колодцами да вот смотрите тахометр я нажимаю место стрелки здесь поднимаются вот такие вот полосочки какие-то бегают ну так как-то вяленько они бегают но мотор вообще ни о чем живой по спидометру посмотрю надо будет прокатиться посмотреть насколько вообще это удобно а хотя есть дублер цифровой вот сейчас увидел смотрите полочка есть я думаю что даже сюда можно положить телефон часы дублируются монитор китайский с дешманской графикой с дешманскими функциями вообще на максимум но есть небольшой плюсик мультимедиа дублирована на кнопки есть крутилки все крутится все регулируется но 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 очень сильно опаздывает ужасно слушать она она очень долго думает ну прям китайщина а климат-контроль здесь однозонный давайте посмотрим давайте выставим там 23 градуса режим авто пусть будет в авто здесь внизу вообще не видно то есть нужно сначала привыкнуть посмотреть найти вообще все кнопочки здесь отключение системы стабилизации и помощь при спуске с горы автомобильной механики пятиступка смотрите болтается как я не знаю в жигулях в пятнашке вот помните наверное да там начало двухтысячных то есть там вот эти рычаги болтались то есть все то же самое происходит и здесь механика механику чаще всего покупают из-за надежности наверное наши отцы там я не знаю наши деды они любят механику что это очень надежно вот на автомобиле так пробег 48000 вот сейчас до более точно посмотрел гудит коробка механика 48 тысяч ребята блин ну слушайте автоматы живут по 200 300 тысяч 48 тысяч механика уже воет это как вообще ужасно ручник подлокотник подлокотник не знаю это не кожа это какая-то пластиковая кожа грубая маленький да очень мало места внутри то есть ну вот прям рукой можно вот прям рукой я могу закрыть не регулируется не ездит ни вперед ни назад подстаканники но здесь вот не хватает в центре чего-то чтобы разделяла до 2 подстаканника как бы либо регулировалась да то есть там меньше стакан больше стакан то есть ну что-то отрисовали рыбку какую-то я не знаю очки аквалангиста вот но по-другому вообще назвать не могу какие-то полетали даже подсветки нету зеркала китайцы вы чё прикалываетесь есть подачечник а внутри даже какая-то тряпочка есть и теперь вот самое главное да вот лично у меня вообще к этим автомобилям нету никакого доверия по безопасности кто бы чтобы не говорил а и собственник этого автомобиля в это верят вот посмотрите что здесь да то есть это вообще я считаю что в китайских автомобилях должны выдавать дилеры то есть вы покупаете вам сразу иконку дополнительно у него есть крест иначе здесь ездить невозможно то есть нужно видимо ездить постоянно и молиться то есть но ездить во первых самому очень аккуратно во вторых смотреть и крутить головой на 360 градусов чтобы у вас никто не въехал не приехал там не сбоку не взаде то есть ну контролировать полностью ситуация для этого китайцы продумали и сделали большие обзорные зеркала в принципе на нормальная застекленность вот ну по крайней мере в передней части задние стекла не очень сильно заузили но в целом обзора хватает да то есть какой-то минимум вы увидите но сзади багажник крыша она уходит как домиком прям вот реально домик то есть видно в зеркала боковые стойки ужасно то есть они не думали они не тестировали просто нарисовали сделали в линию все пока заглушим сейчас покажу вам момент по тормозам очень интересный момент по тормозам я вот сразу первое на что пытался обратить внимание смотрите тормозной диск во первых она током бьется он очень сильно ржавый до пятно сцепление с колодкой ну я не знаю но два сантиметра не больше а какой эффективности торможения здесь вообще в принципе можно говорить китайцы просто решили поиздеваться над россиянами но в россии очень мало людей понимаете и не всех спасают иконки давайте посмотрим передние тормоза осмотрите с передними тормозами обстановка чуть-чуть получше но диск тормозной вот лично по мне колеса 17 диск не больше чем наверное у лады вес автомобиля полторы тонны это снаряженная масса до без загрузки полные автомобиля я думаю что этих тормозов будет маловато еще по техничке есть очень интересный момент когда этот автомобиль продавали из того что их продавали на переднем приводе менеджеры все говорят о том что в передней оси есть блокировка то есть случае если машину подвесить то есть либо имитация блокировки она в любом случае проедет вот сегодня мы это обязательно протестируем сейчас поедем прокатимся по городу посмотрим как она себя ведет как переключается коробка как вводит коробка точнее гудит наверное потому что гул очень схож со ступичным подшипником но нет эта коробка там по моему что-то с первичным валом ну я думаю что сейчас будет гарантийные обращения в очередной раз машина у дилеров по гарантии я считаю что за пробег там 48000 до даже 50 не выехала слишком много обращения к дилеру то есть она прям там такая частый гость сегодня на обзор специально взял толщик до замерить толщину лакокрасочного покрытия на китайских автомобилях потому что смотрите на европейских автомобилях там корейских автомобилях средняя толщина краски это там 130 150 микрон смотрите что у нас показывает китай 112 на то есть ну просто на двери 114 ну плюс минус как бы это мелочи конечно да смотрите 85 то есть а и весь автомобиль покрашена именно таким образом то есть толщина краски наверху выше да то есть на элементах чем ниже спускаемся тем тоньше краска хотя внизу это самые подверженные места да там пескоструй я не знаю какие-то повреждения притирания к сугробам всему остальному то есть краска сотрется очень быстро и повредится это очень тонкая толщина краски ну вот лично мое мнение это примерно я вспоминаю такая толщина краски было на газелях которые которые гнили ржавели то есть но и прогнивали вообще насквозь эта машина обработана сновья антикором под нищу говорят что все хорошо но я не знаю я как бы не заезжал на этой машине на сервис смотрите вот капот сейчас закрыт да вот немного по зазорам скажу машина вот это не было в дтп то есть зазор плывет плывет да то есть как бы нормально 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 и у меня палец короче уже залазит под фару ну ужасно а смотрите здесь вот покажу зазор уже здесь уходит внизу то есть но уходит значительно хотя центральный ровный зазор получился на задней двери тоже по зазорам машина маленько гуляет зазор на багажнике ну там прямо пальцы вы можете оставить то есть ну вот под этим спойлером предлагаю прокатиться здесь даже стояли заглушки с алиэкспресс все китайское кондиционер включился с непонятным звуком прям сильно ощущается резину подъел и руль болтается даже на ровный он погуливает вот газ в пол вообще на второе он еле-еле набирает на самом деле отсюда и заявленная динамика больше 13 секунд а предлагаю проверить блокировку вот этой передней оси сейчас попробуем заехать на бугорок одной стороной подвеситься не подвеситься сейчас все проверим пытается пытается сымитировать вот мне кажется по тормозам но появился запах сцепления он как будто пытается притормозить ту сторону но забраться у него наверное не получится сейчас я попробую еще вот вот сейчас мы его подвесили короче она не работает в натяг в общем блокировка не работает все что впаривали менеджеры это все херня реально когда он чуть подвешивается если в натяг он не проедет он ходом да он заскакивает и здесь не блокировка передней оси получается происходит имитация работы системы стабилизации то есть он пытается ток колесо притормозить это дернуть но у него не мощности двигателя не хватает ни жесткой принудительной блокировки в передней оси никакой у него нет все это миф все это ерунда никуда он не поедет по конкурентам у этого автомобиля их нет знаете почему потому что это подделка автомобиля как бы ценовая категория примерно в тех же габаритах да есть автомобили киа селтас там hyundai creta и кучу кучу разных других автомобилей да опять же я сошлюсь на немцев британцев со вторички дат которые будут постарше там я не знаю там какой-нибудь гелька мерседеса пятнадцатого года range rover evoc 12 там тире тринадцатого года все это только на дизелях бмв x3 даже audi q5 в конкурентах у этого автомобиля будет почему смотрите ценовая политика вот на сегодняшний день я посмотрел на механике вот такой экземпляр пустой как барабан даже для китайцев это очень пустая машина примерно миллион шестьсот миллион семьсот на автомате это будет в районе двух миллионов а гелька уже в рестайле пятнадцатого года примерно за 2 миллиона есть из чего выбирать но это будет 2 и 2 дизель с хорошим крутящим моментом с хорошей безопасностью здесь безопасности у автомобиля нет единственное что вас спасет в этом автомобиле это молитвы и иконки все консервная банка с ужасными тормозами с обманами от дилеров когда они продавали этот автомобиль что они говорили что тут есть блокировка никакой блокировки нет система стабилизации зимой она просто имитирует она не работает она не работает как должна работать стабилизировать автомобиль да то есть в какой-то сложной ситуации когда там происходит снос занос там единственно что она помогает наверное тронуться автомобилю по снегу по льду да то есть там светофора не более того всем спасибо за просмотр вы были на канале вектор с вами был владимир подписываемся на канал ставим лайки пишем комментарии задаем вопросы а я покидаю этот автомобиль потому что не ощущая себя в безопасности в этом автомобиле и всем владельцам прям иконки в помощь всем пока а я пешком